казахстан важная часть великой степи на протяжении многих веков эту местность пересекали пути истории переплетались судьбы древних племен наш рассказ посвящен культуре древнейших коневодов евразии друзья здравствуйте вы на канале археос и сегодня мы в республике казахстан в ее столице городе нур-султан здесь мы посетим очень интересную конференцию маргуланов ские чтения а также пообщаемся с археологами экспериментаторами ну и еще у нас есть для вас специальный материал мы отправимся в новую реконструкцию археопарка посвященного батареям китайской культуре эпохи и неолита поехали наверное у зрителя есть логичный вопрос почему именно казахстан стал целью нашего путешествия почему именно казахской экспериментальной археологии ну во первых я не скрою что для меня казахстан это родная страна я родился в казахстане родился в городе алма-ата прожил там до 9 лет и еще лет до 12 я ездил в гости к моим бабушке с дедушкой как раз сюда бывшую астану ныне нур султан мой дедушка федор петрович ширяев он работал в парламенте республики казахстан занимался сельским хозяйством был депутатом поэтому с казахстаном немного связано но и не только у меня на самом деле россия казахстан имеет глубокие связи как вы все знаете и эти связи они уходят очень далеко в историю они восходят еще в общем-то каменному веку культуры эпохи неолита батайская тертсекская суртандинская культуры они находились в едином пространстве степи урала и казахстана это всегда было такое одно одно культурное пространство и в каменном веке и в бронзовом и в раннем железном веке и в средние века ну в общем то и сейчас в определенном смысле это одно такое одна площадка для сотрудничества одно общее важное пространство ну и естественно и в области археологии тоже это пространство очень связанное единое именно в урала казахстанской экспедиции 70-е 80-е годы работали известные легендарные археологи владимир федорович генин геннадий борисович занович который является одним из основателей именно южно-уральской такой археологической школы и мы сюда не случайно приехали потому что здесь именно в казахстане есть свои свои корифеи и свои ветераны археологического эксперимента это эмма радиковна усманова прекрасный человек хороший друг нашего проекта мой хороший друг эмма радиков на всю жизнь занимается реконструкцией и раскопками эпохи бронзы аллакульской культуры андроновской общности она является новатором в реконструкции женского костюма эпохи бронзы много в этом достигла мы обязательно еще не расскажем в будущем сожалению она сейчас находится в германии на конференции археологической но у нас не совместный доклад и так получилось что как раз я буду наш доклад представляет дело в том что у нас есть очень интересный совместный проект фестиваль древних технологий посвященный памяти тора хирдала дэш тор мы делаем его совместно с его дочерью елена элизабет хирдал и будет в городе лисаковск но несмотря на то что эмма радиковна здесь сегодня нет мы также пообщаемся с легендарным человеком виктором федоровичем зайбертом это исследователь батайской культуры эпохи неолита в общем победно каменного века казахстана и самое важное что виктор федорович он разработал какие-то боевые кличи у нас здесь уже уже начинается погружение в историю у нас будет с ним очень интересный разговор потому что виктор федорович является автором прекрасных реконструкций жилищ именно того как были устроены жилища в анеолите он их раскапывал создавал множество версий с 80-х годов конструировались эти версии возле кустаная возле вот сейчас возле щучинска в окмолинской области построен этот археопарк новый куда мы с вами отправимся великолепный его ученик кисленко александр михайлович он нарко имя создал тоже копии жилищ вот мы поговорим о целой школе исторической реконструкции археологической реконструкции связаны с батайской культуры так что мы сейчас скоро с вами отправимся на замечательную конференцию маргулановские чтения и увидимся с этими интересными приклад прекрасными людьми и поговорим с ними вот эти памятники что друзья закончились наше выступление на конференции теперь мы пойдем и пообщаемся с участниками друзья к сожалению виктор федорович не смог приехать на конференцию у него возникли форс-мажорные обстоятельства но мы не унываем здесь есть очень много молодых коллег которые связаны в том числе с процессами изучения батайской культуры и мы сейчас поговорим с элиной ананевской из литвы из города вильнюс она специалист по изотопным анализом числе и расскажет она нам о своем опыте сотрудничества в исследованиях батайской культуры на насчет батайской культуры я непосредственно не занимаюсь исследованиями я на протяжении 8 лет сопровождала профессора алана утрома из экзетовского института университета в англии который занимается исследованием доместикации лошади и он был первым человеком который начал этот изучать этот вопрос вообще вот на батаре он опубликовал первую статью которая доказала что лошади лошадей доили на батай то есть остатки молока нашли в керамике и там также были несколько других линий доказательств в том числе изменения в костях лошади которые говорили о том что процесс какой-то шел трансформации в дальнейшем алан утром продолжил изучать этот вопрос и вот недавно вышла совместная статья команды ледовика орландо по геному лошади в том числе батайской лошади которая показала что батайская лошадь это на самом деле предок лошади пшивальского но не предок нашей современной лошади и получается что команда ледовика орландо в данный момент ищет настоящего предка нашей современной лошади они еще не все регионы изучили поэтому продолжается работа над исследованием именно процесса доместикации где лошадь впервые была не впервые была домашняя это мы знаем что на батая но где вот именно была домашняя та лошадь которая является предком нашей современной лошади а какие есть основные версии какие регионы рассматриваются ну все-таки регионы которые могут быть теми самыми регионами это все-таки казахстан юг россии и украина потенциально южно-русски да потому что все вот эти миграции трансформации в тот период когда как раз таки от батайской лошади гены сменились на какой-то другую разновидность лошади это все происходило в то время когда ямники путешествовали с места на место то есть они в европу может быть ну мигрировали потом может быть вернулись создали вот эту синташтинскую культуру то есть в этот промежуток времени лошадь поменялась грубо говоря с батайской на вот этот новый вид который мы не знаем где было домашним то есть синташтинская лошадь она еще имеет архаичные черты такие но это уже другая совершенно лошадь да получается что в генах там остался какой-то процент от батайской лошади но в основном это уже другая лошадь а мы поясним и для зрителей один интересный момент дело в том что в изучении батайской культуры долгое время была дискуссия очень серьезная а именно о степени приручения лошади часть исследователей считала что батайцы это такие охотники на диких лошадей по сути которые просто употребляли в пищу убивали употребляли пищу но нынешние исследования видимо однозначно указывают на то что все-таки процесс приручения имел место что это еще не была какая-то революция возникновения производящего хозяйства в полной мере правильно получается ну получается что батайцы они скорее всего содержали какое-то количество лошадей то есть несколько лет назад мы раскапывали загон потенциально для лошадей который использовался в любом случае для какого-то скота под поскольку нашли в почве высокое содержание фосфора который говорит о том что лошади скорее всего долгое время находились на одном месте и там вот получается и там была оградка вокруг этого загона там столбовые ямки до столбовые я мы нашли несколько линий столбовых я получается сам забор и по форме это не походит не подходим не на какое жилище которое до этого было найдено на батаях то есть мы знаем какая форма у жилищ это форма не то ну то есть получается что лошадь действительно была приручена но в то же самое время нельзя говорить о том что батайская лошадь явилась предком всех современных лошадей это была вторая диаметрально противоположная точка зрения что лошадь казахстане возникла до явилась предка всех лошадей и здесь наверное как раз самым важным интересным для науки моментом является то что мы здесь видим пускай не самую главную предковую форму современной лошади но мы видим уникальную экономическую модель нова социально экономическую да получается людей нашли новый способ общения животными не просто охота а уже содержание животных рядом с собой и использование их своей пользы то есть доение в дальнейшем в синташтинское время уже использование в военном деле получается в транспортировке людей и вещей то есть это уже это процесс который начался там на батай и потом трансформировался и трансформировал весь наш мир с появлением домашних лошадей у нас сократились сократилось время на переезд куда-то то есть это как раз толчок в развитии дала и перемещение людей и перемещение идеи и ускорилась получается и еще очень хочется тебя попросить что ты рассказала все-таки про ту тему которую ты презентовала на докладе конференции очень интересная о изучении питания в древности скажи пожалуйста про эти изотопные анализы и еще как раз вот про сюжет про просто был очень интересный да я в данный момент занимаюсь исследованием экономики питания людей на территории казахстана в разное время с помощью анализа стабильных изотопов это такой лабораторный метод который позволяет узнать конкретно чем человек или животное могли питаться поскольку все что мы едим откладывается в наших тканях в виде изотопных сигналов и исследуя например кости человека или животного можно сказать по изотопным сигналам углерода и азота чем конкретно они питались например у проса это злак класса c4 у него очень отличный сигнал от других источников еды то есть в основном растительность в нашем мире это c3 это вот картофель пшеница овес это все имеет другой сигнал и когда мы видим сигнал связанный с питанием просом мы можем уже говорить о том что люди выращивали злаки у себя на поселении скажем так или где-то в другом месте могли этим питаться на территории казахстана пока что такие четкие сигналы от питания просом есть в юго-восточном регионе получает 7 речи рядом с алматой и да вот ну там благоприятные условия для этого приятные не такая погода как сейчас у нас за окном срезка все поменялось стало зима просто абсолютно так вот а еще мы недавно узнали что в центральном казахстане в конце бронзового века люди также начали выращивать просом но это видимо была какая-то особенная инновация поэтому не было доступно для всех такое питание этим питались лишь единицы и что удивительно эти единицы они были найдены в таких богатых курганах то есть скорее всего это была инновация доступная только высшим слоям общества то есть просто было в общем так это элитная пища получается все что нового это достаточно зарезервирована для малого слоя общества то есть может быть в дальнейшем это уже приелось люди как бы подумали о зачем пытаемся просто можно же обратно мясо есть все-таки интереснее но когда это только появилась скорее всего это было что-то такое но это получается похоже на неолитические вот ранние на ближнем востоке же там тоже когда появляется если я правильно помню появляется производящие хозяйстве первый хлеб он же там тоже вроде какую-то небольшую составлял долю сначала питание не так что там был базовой пищей и тут наверно что-то похожее только просто позднее возник ну да получается скорее всего в период когда люди начали уже переводить скот куда-то более дальние районы они там нашли этот злак у других людей привезли его с собой показали вот тем людям которые жили в центральном казахстане может быть они даже не злак привезли а уже готовые продукты чтобы объяснила почему это не было доступно всем это был какой-то продукт который стоил достаточно дорого и ну какие-нибудь лепешки или хлеб получается только некоторые люди могли его себе позволить остальные продолжали питаться мясом и молоком цените хлеб друзья спасибо тебе большое что нашла время с нами пообщаться очень интересно я уверен что нашим зрителям тоже понравилось спасибо ирина большая друзья как я уже говорил эмма радиковна усманова ведущий специалист по археологическому эксперименту в казахстане сейчас находится в германии но это не беда потому что здесь с нами ее команда и в частности марина лачкова магистрант каргандинского госуниверситета и начинающий и юный экспериментатор с интересным опытом довольно экзотических экспериментов сейчас мы поговорим с мариной об этом марина расскажет чем она летом занималась что ты делала прошлым летом о прошлом летом я очень замечательно развлекалась действительно у меня я проводила очень интересный эксперимент по кремации вот кремация это одна из основных тем которые меня интересуют как бы связано это с тем что в общем был такой период у меня в жизни когда в то время как все остальные члены нашей команды зачищали погребения в которых находились всеми нами археологами так любимые косточки черепки зубки и прочее великолепие мне постоянно попадалась кремация то есть это у всех кости у меня конечно тоже кости но кальцинированные пепел все это так великолепно разбросано во все стороны там было два года подряд а поэтому я решила изучить этот вопрос скажем так немножко поглубже вот и процессе изучения каких-то тонкостей нюансов в отношении кремации то как она проявляется различных народов да изучение каких-то графических материалов археологических материалов я созрела до такого эксперимента в общем я осознала что мне нужно кого-нибудь сжечь важное в общем-то осознание в жизни да и я в принципе остановила свой выбор на поросеночке на свинье в принципе то подобный эксперимент проводил 1989 году британский судмедэксперт джон дэхан вот но сколько он судмедэксперт соответственно его цели задачи эксперимента были немножечко иные они отличались от наших от моих целей да от цели нашего эксперимента он брал большую свинью мы взяли небольшого такого поросеночка четыре месяца метровой длины такой симпатяга поросенок потому что он наиболее полный имитирует плотность ткани человек да да выбор свиньи как раз таки обуславлялся тем и в случае с джоном дэханом и в случае со мной то что свинья она очень близко к человеку плотность ткани расположение внутренних органов полости тела все это очень 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 похоже вот и как бы этому я решила скажем так в данном случае не изобретать велосипед на примере тех людей того человека который уже занимался чем-то удобно так живет свинью но небольшого размера вот а почему я вообще к этому осознанию пришла дело в том что когда мы у нас на погребениях эпохи бронзового века находим следы кремации то это всегда очень мелкие фрагменты костей кальцинированных которые очень легко рассыпаются а если сравнивать допустим современной кремации которая до сих пор является основным методом погребения способом погремения в той же индии да мы видим что несмотря на то что они возводят какие-то очень большие костры погребальные но зачастую тело усопшего но немножечко местами подгорает если повезет она обгорает целиком но только обгорает и потом вот этот вот весь великолепный шашлык спускают в ганг и он плывет на встречу новой жизни радовать туристов да вот и поэтому стало интересно сжечь нашего росенка для того чтобы понять насколько сложно людям эпохи бронзового века было в результате кремации добиться именно такого состояния костей то есть в условиях ограниченных топливных таких ресурсов создать высокую температуру структуры насколько это легко насколько просто им давался этот процесс то есть как бы мы же всегда думаем что ооо там три-четыре тысячи лет назад у них же не было ничего тех кто вообще скажем так не в теме да и все theids не верят что они вообще до сих ходили в шкурах Ну, два варианта. Либо в шкурах, либо они лазером вырезали пирамиды. Да, да. Да, обычно два варианта. Вот, и, видимо, все это как раз-таки проходило по такой четкой границе. Вот здесь мы еще в шкурах, а там они уже режут. И, как бы, мы решили жечь. Как я уже сказала, поросенок у нас был небольшой, метровый, 20 килограмм. Он весел, было ему всего 4 месяца. Он прожил хорошую, славную жизнь. В принципе. Я думаю, не каждый поросенок может похвастаться таким величественным концом. Да, вот. Мы взяли это прекрасное создание, завернули его в кокон из войлока. Зачем мы завернули его в кокон из войлока? Для того, чтобы создать, чтобы при сгорании он меньше активно горел и больше тлел. Вот. Поскольку тление, оно в итоге приводит к тому, что ткани разрушаются быстрее и лучше. Вот. Мы соорудили погребальный костер. В принципе, мы сооружали его по индийскому образцу. То есть, это была такая аккуратно сложная квадратная полейница, но таких вот зверовых размеров, да, под человека. А такая мини-версия. А топили вы чем? А мы использовали те материалы, которые были доступны для человека бронзового века. То есть, это были дрова, которые мы, в принципе, собрали, нашли прям далеко от места проведения нашего эксперимента. Мы использовали навоз. Мы просто наручно его, да, ханили в степь, собирали. Кизяк. Да, кизяк. Конский, коровий. Надо сказать, что до того лета я даже не знала, как выглядит конский навоз. То есть, сейчас ты разбираешься в салбах, кизяках. Да, я просто эксперт. Вот. Ну, естественно, мы использовали хворост в дополнение к основным дровам. То есть, в принципе, все то, что использовали люди, да, могли использовать люди 4000 лет назад. Вот. А мы соорудили, в общем, эту полейницу. Подготовили, предварительно мы подготовили небольшую площадочку метр 30 на метр 10, чтобы не спалить ненадолбом всю степь вместе с поросенком. Там мы, как я уже сказала, поставили полейницу, сложили все это аккуратненько. На полейницу мы положили... Мы просто в университете находимся. Тут иногда бывает, кроме нас, еще люди, поэтому... Да, жалкие, ничтожные людишки. Это у тебя жреческие какие-то... Наклонности проявляются. Вообще, я эксперт в навозе, я могу себе позволить. На погребальный костер мы положили тело нашего пациента, как я его называю, завернутое вот в этот вот войлок. Сверху мы сделали такой еще дополнительный кокон из кизика. Еще поверх всего этого великолепия. Мы плотненько уложили хорост по кругу и сверху. И одновременно с двух сторон подожгли. Вот. Эксперимент у нас длился меньше суток. То есть я изначально даже не... Мы не представляли, как долго мы вообще можем просидеть в степи над телом нашего товарища верного. Начали мы эксперимент, подожгли, собственно, костер в половину шестого вечера. Вполне естественно, что сначала это все горело очень активно. Потом мы начали... Томить. Можно сказать, да. Шаманить для того, чтобы добиться именно не активного горения, а именно процесса тления. И это все продолжалось достаточно долго. Как только у нас прогорал, допустим, первый кокон из кизика, мы подрасывали еще. В самом процессе эксперимента было так, что сначала у него начала прогорать именно передняя часть, задняя вообще очень долго держалась. Там было больше наполнения, видимо. Даже войлок почему-то на задней части нашего... Пациента. Да, пациента. Он прогорал дольше. То есть если с района головы очень быстро все прогорело, и у нас показалось сначала мордаха, а потом ткани головы прогорели, показался череп, то задняя часть поросенка была очень стойкой и держалась до последнего. Вот. В общем, этот весь процесс тления мы поддерживали до 4 часов утра. В половину четвертого у нас случился форс-мажор в степи, начался дождь. Мы начали срочно искать, чем можно все это великолепие накрыть. Нашли две какие-то большие крупные квадратные доски, соорудили такой импровизированный шалаш над костром, конечно, что в принципе даже улучшило сам ход эксперимента за счет вот этого дополнительного аэродинамического эффекта. В принципе, и ветер сам по себе неплохо влияет на результаты, на процесс. А вот эта вот дополнительная аэродинамическая труба, она даже сыграла дополнительную, ну, как бы очень хорошую роль. Потом, когда дождь закончился, мы сняли этот шалаш и решили оставить все это дело до утра. К 8 часам утра, с 4 до 8, мы вообще больше ничего не добавляли в костер, он окончательно дотлел, до 12 часов дня он у нас остыл. И когда мы дошли, собственно, к результатам, да, когда мы начали просеивать костер, мы получили как раз-таки те кости, которые обычно находим у нас в погребениях. То есть это были мелкие обугленные фрагменты костей, которые очень легко ломались, некоторые крошились просто буквально в пыль, ну, те кости, которые прям совсем маленькие, поскольку мы помним, индивид наш был достаточно молод, свеж. Вот. Ты очень интересный момент затронула в выступлении, когда рассказывала про то, кто мог этим заниматься в андроновском обществе, что это наверняка был не обычный какой-то человек, да, первый попавшийся, что это надо было уметь делать. Вот об этом расскажи, пожалуйста. Ну, да, поскольку эксперимент у нас с небольшой свинкой, с небольшим телом, которое весило всего 20 килограммов, вот он у нас занял очень длительное время, да, то есть, к любому говоря, с пяти вечера до восьми утра это всё длилось, ну, то есть, больше 12 часов, да, если так посмотреть, 14 часов. Не каждый, в принципе, человек мог позволить себе, во-первых, столько времени тратить, да, ну, то есть, мы помним, мы понимаем, что в каждом обществе уже у людей, у каждого человека были какие-то свои обязанности, да, кто-то занимался скотом, кто-то занимался земледелием, и как ты себе представляешь, что в любой момент, да, ребята, ты сегодня у нас дежурный, там надо сжечь, да, и ты бросаешь свою недойную корову, неполитый посевый, и такой, ну, сжечь так сжечь, ребята. Сложно представить, да? И как бы, во-первых, этот фактор, а во-вторых, процесс достаточно непростой, он требует знаний дополнительных о строении тела, о принципах какого-то горения, да, то есть, ты должен не просто тупо сидеть возле костра и ворошить его, ты должен понимать, что в какой-то момент можно что-то подбросить, да, в какой-то момент лучше этого делать не стоит, учитывать направление ветра, вот это вот всё, да. Ну, как в современной Индии есть специальные люди, которые этим занимаются. Да, да, специальные люди, то есть, возможно, этот специальный человек, он мог быть шаманом, да, а мог и не быть шаманом, то есть, это могла быть совершенно отдельная единица, которая, ну, с шаманизмом была связана постольку поскольку просто, ну, гробовщик, грубо говоря. Вот, и как бы, исходя из всех этих вопросов, что очень много данный человек должен знать, да, очень много времени занимает сам процесс, соответственно, мы не можем представить, что любой рядовой член общины в любой момент может бросить все свои дела и уйти, да. Нет, конечно, возможно, в случае возникновения у них каких-то форс-мажорных обстоятельств, допустим, когда с этим товарищем гробовщиком что-то случается, и он не может отправлять свои прямые обязанности, у него могли быть какие-то помощники, да, люди, которые, ну, какие-то элементарные моменты они могли знать, помогать, да, но, вероятнее всего, только отдельная единица, отдельный человек, который занимался только и включительно этим. Понятно. Ну, и еще, я думаю, важно нашим зрителям будет понять, какие все-таки хронологические рамки есть у вот этих процессов в Казахстане, какие-то эпохи, какой диапазон хронологический примерно, и, ну, и области, может быть, какой-то, какие-то области распространения именно обряда кремации, потому что, получается, обряд кремации ведь отображает у нас тоже трудозатраты, точно так же, как при сооружении Большого Кургана, да, занимает время, и этот процесс – это и топливо, и трудозатраты. Где это все-таки практиковалось больше? Ну, могу точно сказать, что вот в северном Казахстане, да, где находится город Свисокот, где мы занимаемся раскопками, там очень часто встречается, да. Если не ошибаюсь, в Центральном Казахстане тоже что-то подобное есть. А находки кремации, они относятся в основном именно к эпохе бронзы. Что касается эпохи камня, у нас как бы нет абсолютно никаких доказательств того, что в эпоху камня уже практиковали кремацию. В эпоху бронзы, да, было, в раннем Железном веке, да, тоже кое-где встречалось, в Восточном Казахстане, например, да. А потом, для более позднего периода, то есть для казахов, кремация уже не была свойственна. То есть мы видим активную кремацию как погребальный процесс именно в основном в эпоху бронзы. Понятно. Ну, спасибо тебе большое за этот рассказ с рейтингом R и дополнительные все пояснения. Очень интересно. Спасибо тебе большое. Друзья, мы находимся в Национальном историческом музее Республики Казахстан и сейчас нам Елина, как участник раскопок батайской культуры, поможет разобраться, что же здесь у нас представлено быть в позиции. Здесь, в общем-то, все достаточно понятно, потому что тут характерные для региона, да, каменные орудия, скрипки, бифасы, есть каменные ножи, есть наконечники со струйчатой, пильчатой ретушью, достаточно изысканные. Есть вот такое вот пряслице просверленное керамическое, которое, наверное, пряслице, скорее всего. Дальше, мы вот пройдем дальше уже интереснее. Есть вот такие загадочные каменные артефакты, какие-то сверленные диски и утюжки. Вот про утюжок очень интересный есть сюжет, сейчас Елина нам расскажет. Ну, мы когда копали на батаре, нашли там такой огромный был черный утюжок, большой достаточно размер, он был типичен утюжкам, которые найдены, скажем, в Анатолии, во всех этих среднеазиатских регионах, но выполнен из черного камня. Он, вообще-то, должен был быть здесь представлен. Я помню, я его видела, скорее всего, сняли коллекцию. Ребята, ресепшн не разрешается. Или ресепшн поговорится. А что конкретно вам не нравится? Ну, давайте сходим. Давайте сходим с мыслями. А, он, сейчас, хорошо. Позор. 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 Здесь такое ощущение, пространство сжимает тебя, белое с одной стороны, черное с другой, оно сдавливает тебя, доброе и злое в тебе начинает бороться. В общем-то, не впечатление. КОНЕЦ Друзья, вот мы и добрались с вами до археопарка Батай-Бурабай, где находятся замечательные реконструкции жилищ батайской культуры. Батайская культура – это археологическая культура эпохи Энеолита, и относится она к четвертому тысячелетию до нашей эры. Существует три похожих, родственных культуры. Батайская, Суртандинская, Терсекская – это культуры эпохи Энеолита, культуры охотников на диких лошадей, культуры, которые начали процесс одомашнивания и приручения лошади. И сейчас мы с вами посмотрим, как были устроены жилища этой культуры, как люди возводили постройки. Посмотрим реконструкцию. Вообще, эти реконструкции были изначально созданы для фильма канадского канала CBC, «История лошади», «Эквус», «История лошади». Но затем они были перенесены сюда и с помощью археологов, с помощью консультаций археологов, и прежде всего Виктора Федоровича Зайберта, были сконструированы вот в таком очень аутентичном виде. Пойдемте посмотрим, что же здесь есть. Жилища соединены вот такими переходами. Здесь немножко для интереса этот архитектурный момент немножко гиперболизирован, потому что в оригинале при раскопках поселения Батай было найдено два жилища, которые вот были соединены таким подземным переходом, перемычкой. Здесь их сделали больше, но тем не менее это вполне могло иметь место. Такие низкие полуземляночные входы. И мы с вами попадаем в довольно большое пространство. Здесь прежде всего это такой большой котлован. Люди вырывали такую жилищную впадину, жилищный котлован. Вообще стоит сказать о том, с чего все началось, как Батайская культура была открыта. Долгое время считалось, что Казахстан это прежде всего такой транзитный коридор культур, где постоянно кочевали различные народы, где в каменном веке жили только очень мобильное население, которое занималось охотой, рыбалкой. И поэтому было большим удивлением найти такие капитальные оседлые поселения. Виктор Федорович Зайберт в 1980 году возле села Никольское открыл поселение Батай. Были найдены большие вот такие вот жилищные впадины. И сейчас поселений найдено в районе 20 штук. Они все находятся возле степных рек. И вот в частности поселение Батай является очень крупным. Там было больше сотни построек. Ну, вероятно, они, конечно, разновременные, но поселение очень большое. Как возводились эти постройки? Ну, вырывался котлован, как вы видите, да, то есть мы достаточно сильно углублены в землю, почти на полтора метра. Возводилась такая вот стенка из сердцовых и глиняных блоков, которые армировались камнями, армировались деревом и также костями диких и, возможно, домашних лошадей. Затем вот такое уникальное архитектурное решение. Вот такой вот купол. Это купол, который, по сути, имеет конструкцию такой перевернутой корзины. Можно сказать, что появилась такая вот уникальная для степи очень эргономичная идея, которая очень хорошо вписана в степное пространство вот такого купольного жилища. По сути, это такой, можно сказать, очень ранний прообраз контура юрты. Но, конечно, это конструкция массивная, по сути, огромная такая бревенчатая перевернутая корзина. И не случайно здесь такой высокий потолок, потому что именно этот высокий потолок позволял при отоплении жилища обеспечивать тягу. Когда Виктор Федорович и первые исследователи памятника делали самые первые реконструкции, самые первые моделирования этих жилищ, то проблема была в том, что дым не выходил. Но после того, как они сделали достаточно высокую крышу и вот такие вот дымники, очень хорошо стало вытягивать дым. Как вы видите, помещение достаточно большое. Здесь представлена экспозиция каменных орудий, которыми располагала бадайская культура. Это каменные ножи, каменные топоры, наконечники стрел. Ну, сейчас мы с вами пройдем дальше, посмотрим, какие еще интересные есть помещения и какие интересные есть реконструкции. На поселениях были найдены большие развалы очагов, глиняных очагов и камни также использовались в их конструкции. Скорее всего, такой очаг тоже был относительно высоким, как эта реконструкция, потому что, во-первых, обеспечивала также тягу и выход продуктов горения, а во-вторых, вот эта массивная глиняная печь, она очень сильно нагревалась и хорошо протапливала помещение. Также интересно посмотреть на керамику. Вот здесь есть замечательные реплики такой вот эноэлитической керамики. И интересным моментом для керамики эпохи неолита, эноэлита, территории Урала-Казахстанских степей, является то, что она круглодонная, либо остродонная. То есть у нее нет такого привычного нам плоского дна, чтобы горшок стоял. Но это было очень удобно для того, чтобы ставить между углей, между камней, чтобы горшок равномерно прогревался и пища готовилась. Мы неоднократно проделывали подобные опыты. Сейчас мы с вами в режиме, в общем-то, реального времени будем смотреть, какие здесь у нас еще есть помещения, потому что мы здесь сами, в общем-то, впервые. И еще не очень хорошо знаем эти постройки. Будем вместе с вами изучать. Пойдемте сюда. Ну вот, собственно, то, о чем я говорил. Такая большая корчага, имеющая острое дно. Здесь под нее сделана подставка, но если бы она стояла у очага, то были бы крупные камни, куда бы она хорошо вставала. Либо какой-то массивный такой зольник, куда она тоже бы хорошо вкапывалась. Здесь очень интересно сделано, достаточно этнографично, такое встречается даже по сей день у многих народов, вот такие вот развешанные мешки с припасами. Сними, пожалуйста, мешки. Такие вот мешки, в которых хранились припасы, чтобы мыши, чтобы полевки не смогли это все съесть, этим полакомиться. И вот здесь я вижу очень интересный экспонат. Для нас, в общем-то, принципиально важен. Дело в том, что батайская культура уникальна тем, что она является первой на сегодняшний день из известных культур, в которой начался процесс приручения лошадей. Очень долго шла дискуссия. Часть ученых считала, что батайцы это просто охотники на диких лошадей, что они убивали их и ели, в общем-то, как любые охотники каменного века. Но на батайских поселениях найдены загоны. То есть археологи находят столбовые ямки. В этих загонах содержались животные. Фосфатный анализ, анализ на продукты метаболизма, продукты жизнедеятельности животных, показывает, что животные стояли в этих стойлах. Также были сделаны генетические анализы лошадей. Геном расшифрован. Вот нам наша коллега Лина рассказывала про Алана Отрума, английского исследователя, который занимался как раз генетикой этих животных. И выяснилось, что они являются предками лошади Пржевальского. И у них был очень интересный фенотип. Они очень интересно выглядели. Они были не похожи уже на диких лошадей, на диких степных тарпанов. Была интересная расцветка. И самое главное доказательство домашнивания, оно в том, что анализ керамики, анализ стенок керамики, обнаружил лактожиры, остатки лактожиров. То есть это свидетельство того, что лошадей доили, что готовили молочные продукты, что даже изготавливали, скорее всего, сквашенные, ферментированные молочные продукты, вроде кумыса, кефира, из кобылевого молока. И посмотрите на интересную форму этого сосуда. Именно в таких сосудах, в частности, были обнаружены лактожиры. И Виктор Федорович Зайберт считает, что этот сосуд, ничто иное, как... Видите, как он удобно. Я первый раз это делаю, прямо на ваших глазах, но на самом деле очень удобно. Вот он встает вот так в ноги и позволяет доить кобылицу. То есть это очень удобный сосуд для сбора молока. Потому что керамика эпохи неолит, она в основном не имеет. Не в основном, а вообще, в принципе, не встречается такая вот интересная форма, такое вот заострение под ноги. Здесь же оно есть. И, вероятно, это керамика для сбора молока. Сейчас мы с вами пройдем дальше. Посмотрим, что же еще есть в этих жилищах. Конечно, неплохо было бы тут разжечь очаги, но, к сожалению, сейчас нет туристический сезон. Нас впустили сюда как коллег, как товарищей. А вообще сейчас здесь, конечно, людей немного бывает. Пока еще слишком холодно. А в этом помещении также видим очаг, также видим керамику. И что интересного? Ну, каменные топоры здесь показаны. Я думаю, что мы, может быть, поможем даже этой экспозиции. Сделаем более аутентичные топоры. Здесь, конечно, вот насад показан не совсем верно. Хотя вот это тисло вполне. За исключением того, что здесь вот не кремень и такой вот какой-то песчаник. Вот. Ну, по крайней мере, показан плотницкий инструмент. Действительно, они использовали каменные топоры, но те масштабы, та заготовка дерева, которую мы видим, показывает, что объемы были большие производства. Они уже знали шлифованные топоры. Топоры, мы их видели с вами в музее. Шлифованные топоры очень производительные, они очень прочные, долговечные. И вот, видимо, именно эти топоры помогали заготавливать такое большое количество бревен, большое количество жердей. Бревна были в среднем 20-30 сантиметров в диаметре в батайских жилищах. И, как вы видели, рядом, в общем-то, есть, собственно, бор. Мы сейчас находимся вот рядом с горами. Здесь много, до сих пор много хвойных деревьев. И в этих областях, где батайцы селились, они находили необходимое им дерево. Можно посмотреть вот на такие вот нары, такие вот спальные места. Считается, что они могли быть и многоэтажными. Дело в том, что в жилищах очень хороший такой, зачастую, культурный слой. Конечно, это тоже дискуссионный вопрос. Исследователи некоторые считают, что просто некоторые старые жилища могли использоваться в качестве помойки, свалки, куда выбрасывали керамику, сломанное орудие. Но также, возможно, что и просто плотность обитания была высокой. Может быть, были двухэтажные нары, потому что, тем более, на верхнем ярусе теплее обычно от такого очажного отопления. Вот. Но такие вот могли быть лежанки. Конечно, застилались шкурами, укрывались шкурами, шкурами лошадей в том числе. И было достаточно тепло. Вообще, проводились эксперименты и командой Виктора Федоровича Зайберта, и командой Александра Михайловича Кисленко, челябинского археолога. На Аркаиме также построены копии патайских жилищ. Мы о них еще обязательно расскажем. Александр Михайлович является учеником Виктора Федоровича Зайберта. И там проводились эксперименты. Даже зимой ночевали под шкурами, с отоплением, протапливали жилища. И, в общем-то, прекрасно спалось. Пойдемте дальше. Изучим наше помещение. Конечно, эти коридоры придают ощущение такой некоторой фэнтезийности. Прям целый лабиринт. Лабиринт какого-то казахского минотабра здесь. Ну, собственно, вот мы с вами попали в помещение, которое здесь обозначено как жилище вождя. Ну, это, конечно, некоторая такая, наверное, поэтическая вольность для лучшего образного экспонирования. Но, в общем-то, почему бы и нет. В принципе, наверняка. Общества это были достаточно сложные. Дело в том, что, как я уже сказал, вот эта дискуссия о том, являются ли батайцы, батайские лошади прародителями всех современных лошадей. Она очень важная для казахстанской археологии. Но сейчас современные исследования показывают, что батайская лошадь не является прямым предком современных лошадей, но является предком лошадей Пржевальского. Но на самом деле важно не это. Не то, что батайская лошадь – это не предок современных лошадей. Важно другое, что здесь совершенно уникальное социально-экономическая модель. Представляете? То есть огромные степные пространства, люди каменного века, которые вырабатывают такую архитектурную систему и которые начинают заниматься производящим хозяйством, зачатками производящего хозяйства. То есть они получают молоко, они приручают лошадей. Это фантастические вещи. Это уникальнейшая экономическая модель. Причем это не овцы, не козы, это лошади. Лошадь приручена достаточно поздно. Пойдемте посмотрим, какие у нас тут еще есть жилища. Вот сюда пройдем. Здесь прямо целая катакомба. Ощущение, что это какой-то блиндаж Великой Отечественной. Да, ну, здесь показано жилище шамана. Дело в том, что, безусловно, для батайцев лошадь имела сакральное значение. Несомненно. Причем расшифровка фенотипа батайской лошади показала, что лошадь была пятнистой, имела бело-черный окрас, имела пятна. И, возможно, этот окрас был получен как раз путем определенной селекции, намеренной селекции. Возможно, этот облик они воспринимали как облик какой-то божественной лошади. И в батайских материалах археологических находят, как огромное количество инструментов из костей лошади. То есть, это различные лопатки, различные из челюстей, приспособления для нездрения шкур. Это предметы искусства, когда на фалангах лошадей вырезают различные узоры, резьба орнаментальная. И также это, конечно, культовые какие-то места. В частности, вот здесь показан такой вот алтарь. Алтарь, видимо, великой божественной лошади, конские хвосты. Вот такой алтарь. То есть, мы можем интерпретировать, как жилища шамана. И так оно позиционируется, наверное. Сейчас посмотрим. Да, это духовно-сакральное жилище. Совершенно верно. Вот такое. Ну и сейчас мы отправимся в последний сектор нашего полуподземного похода. Пойдем со мной. Возможно, конечно, в оригинальных жилищах не было таких длинных переходов, но, безусловно, для такого туристического экспонирования это очень интересная находка. И здесь, во-первых, мы уже вышли на свет, что хорошо. Во-вторых, здесь показан вот такой вот загон для доения, потому что, безусловно, жеребят содержали в тепле климат здесь и в энерлите был суров, содержали в загонах, скорее всего, молодняк содержали в жилищах, так было и теплее, ну, как мы знаем, это и совсем недавнее время еще в этнографии практиковалось. И здесь вот такая реконструкция загона для доения лошади. Ну, в целом, хочется сказать, что реконструкция очень впечатляющая, масштабная, дает нагляднейшее представление. Мне очень нравится, что здесь такие самоштабные человеку материалы, потому что часто, когда делаются реконструкции, из-за того, что используется современная техника при строительстве, ведь ее, как мы понимаем, батайцев не было, используются огромные бревна, какие-то ощущения, видно, что это строил не человек руками, и это лишает ощущения реализма, такого погружения в историю. Здесь же очень аутентичная обстановка, здесь так вот обуглены стены, видно, что как-то обжито, несмотря на то, что мы сейчас в холодное время приехали, и обычно летом здесь насыщено туристами, здесь больше экспозиция материалов, которые сейчас в музее выставлены, но все равно вот сами по себе бревна, сами по себе конструкции видно, что они похожи на то, что могли сделать батайцы, это очень ценно, и очень здорово, что в Казахстане, несмотря на то, что экспериментальная археология, она здесь может быть не столь развита, как, скажем, в европейских странах, но такие места появляются, что экспонируется именно местная краевая история в такой яркой форме мы получили большое удовольствие, надеемся, что вам тоже было интересно посмотреть на эти жилища, теперь пойдемте на свет погреемся немножко. Ох, прекрасно, еще и распогодилось, тут очень красивые горы, такая вот горная гряда, тут вот маленький батайц вышел из жилища, вот так примерно я думаю батайцы выглядели, смотрите, здесь до сих пор вот такой вот ландшафт изобивающий хвойным лесом, который использовался для строительства, а мы тем не менее с другой стороны находимся в степи, которая обладала большим количеством диких лошадей, на которых конечно охотились, батайцы охотились на степного торпана, они не только разводили полудомашних или домашних лошадей, но вот свидетельство одомашнивания еще одно вот здесь перед вами, это загон, то есть возможно загоны были сопряжены так с жилищами, что очень тоже интересная деталь, очень интересная находка. Мы надеемся, что для вас наше путешествие было наглядным, потому что мы сняли в реальном времени, как мы сами первый раз увидели, так вам и рассказали. Друзья, мы покидаем прекрасную казахстанскую степь, надеемся сюда вернуться снова, вам огромное спасибо, что смотрели этот ролик, мы будем вас радовать новыми путешествиями, новыми экспериментами, так что увидимся. и увидимся. Субтитры